13.06 в Кирове. Это программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает исполнительный директор компании «Ажу». Активист движения «Киров» меняется. Куратор проекта Рики Кирова, Хлынов Кайлюльченко, Константин Кропанев. Добрый день. Добрый день. Сирия Галя Кусть выдала для того, чтобы было понятно, о чём мы сегодня будем говорить. Мы будем говорить и о финансах, мы будем говорить и о городских активностях. Но начнём мы, конечно же, со вчерашнего дня, 9 сентября, единый день голосования в России. По всей стране выбирали и довыбирали. Ещё много чего происходило. Были митинги против пенсионной реформы, были спортивные мероприятия. В Кирове, например, прошёл марафон «Бёдские холмы». Вечером я наблюдала танцы на театральной площади для тех, кому за. Тоже достаточно много народу привлекло это мероприятие. Для тебя этот день прошёл под каким знаком? У меня выдался, к сожалению, только один выходной день, воскресенье. И мне пришлось его посвятить от дачи. То есть нужно было сделать определённое телодвижение. И, соответственно, ещё сходил в лес, пособирал грибы. То есть грибы есть, но мало. А по твоему участку выборы проходили? Насколько я понимаю, нет. Потому что никакой агитационной информации я не видел ни у себя в ящике, ни где-то у подъезда. И как-то эти выборы прошли мимо меня. Но в то же время я хочу сказать, что на данном этапе выборы именно в городскую дому и в запсобрание практически неинтересны. Во-первых, нет какой-то состязательности, нет какой-то игры. Непонятно, что выбирать и с кого выбирать. Во-вторых, хотелось бы сказать, что в последнее время эти органы, так скажем, себя довольно сильно дискредитировали. Да почему это? Совсем не видно их работы. Непонятно, кто эти люди там работают. И основная мотивация, зачем они пришли. У меня довольно много знакомых, в том числе и в городской думе. И кого-то просто попросили. Кто-то пришел ради каких-то бизнес-интересов. Кто-то просто ради любопытства. Есть по большому счету и такие, и такие люди. И, соответственно, совершенно не видно их заботы, так скажем, о нас, о горожанах. Не ощущается. Ты из личного опыта. Ну да, это мое чистое мнение, что есть некий такой, условно говоря, орган Государственного Дума. Но какие она задачи выполняет, как она улучшает нашу среду обитания, как она улучшает жизнь горожан, совершенно непонятно. Тем более, эта же история с Парком Победы, нашумевшая, показывает... Где решения принимали в свое время депутаты? Ну, по крайней мере, они должны были знать, и они должны понимать, что это... Они принимали решения? Все же эта сделка вызывала очень много вопросов, сомнений, что был хороший актив, и он ушел за какие-то смешные деньги. А похоже, что вот именно этот прецедент, именно этот случай, таким тяжелым пятном ложится на гордону. Что ее может реабилитировать, на твой взгляд? Как минимум, городская дума на самом деле должна показать своими действиями, что они способны улучшить каким-то образом жизнь горожан. Как они должны показать своими действиями? Ведь постоянно идет работа городской думы, собираются комитеты, собираются, да, раз в месяц они все вместе, принимают необходимые важные решения, текущие решают проблему. Пожалуйста, заседания очень часто открыты, нужно прийти и посмотреть, что они делают. Или тебе не хватает какой-то другой информационной работы, чтобы ты понимал, чем занимаются депутаты? Во-первых, не так хорошо-то отражаться в средствах массовой информации результаты деятельности, то есть непонятно, какие они вопросы обсуждают, насколько эти вопросы правильно поставлены и правильно так либо иначе решились. И мне бы хотелось, чтобы городская дума все же занималась не только какими-то такими, но текущими формальными решениями, а в том числе какими-то и долгосрочными задачами. Опять же, если возвращаясь к идее празднования, юбилея города Верки... Уже не к идее, а уже к задаче. Ну, к задаче, к задаче, то есть, ну, получается так, что я, по крайней мере, со стороны городской думы не видел никакой активности, чтобы, допустим, городская дума вышла с какими-то инициативами и поставила какие-то определенные задачи перед исполнительной властью, перед, что мы говорим. Ну, давай вернемся мы еще к этим задачам к юбилею города и поговорим все-таки еще о выборах, потому что, если речь зашла о городской думе, то два депутата определены. Это Павел Валенчук, насколько я помню, ему 22 года, молодой человек, до этих выборов нигде никак себя не проявлявших точно, в СМИ его точно 100% не было. Может быть, ты с ним встречался где-то, может быть, в спортзале он выкладывает ролики спортзала, может быть, там еще где-то он поет хорошо, говорят. Просто ни о какой другой деятельности мы не знаем его. И второй человек, который победил в этих до выборов в городскую думу, это Михаил Ковязин, человек, который представляет «Справедливую Россию». Я его вот узнала здесь, он здесь у нас был на интервью, более-менее как-то стало понятно, чем этот человек занимается. Хоть одна из этих персон тебя заинтересовала? Ну, к сожалению, я, наверное, не готов обсуждать некие персонали, потому что так либо иначе я работаю... Ну, господин Валенчук, ну как же его не обсуждать? Ну, ты понимаешь, что это, условно говоря, некая профессиональная этика. Некая профессиональная этика, я не готов говорить о ком-то либо хорошо, либо плохо, потому что, с моей точки зрения, неправильно, потому что... Ты их не знаешь? Я их знаю, я со многими с ними как бы работаю, там, косвенно или там напрямую, то есть так либо иначе город маленький, мне приходится по бизнесу с кем-то с ними сталкиваться, и тут получается некая такая профессиональная этика. То есть я не готов, я готов обсуждать, как городскую дому в общем, как бы... Валенчука обсуждать не буду. А каких-то конкретных персоналев я обсуждать, к сожалению, не готов. Ну, мы же не обсуждаем Валенчука старше, например. Мы обсуждаем молодого человека, 22 года. Как ты думаешь, он сможет на этом посту, вот как ты говоришь, инициативно проявить себя как бы... Ну, давайте не будем гадать все же, Свет, посмотрим, какие будут результаты. Окей, нет, так нет, это Константин Кропанев, исполнительный директор компании АЖИ, я так понимаю, именно в связи с этой деятельностью ты не можешь обсуждать Валенчука. Уж не знаю, что там с ковязином вас связывает. Ну, хорошо, кроме того, что были довыборы в нашем регионе, которые действительно вызвали не очень высокий интерес, тот же Павел Валенчук прошел в городскую думу, благодаря тому, что 518 человек за него отдали голоса, всего 518 по большому округу. Были митинги против пенсионной реформы. Понимаю, что ты вчера был на даче и, видимо, в прямые включения, в трансляции не смотрел. Я их, конечно же, смотрела и из Москвы, и из Петербурга, и из других городов, где проходили эти митинги. У нас, кстати говоря, должны были митинговать коммунисты, но никого не задерживали, поэтому каких-то таких новостей не было. Вечером, возможно, когда ты пришел домой, ты посмотрел, что творилось в России? Вечером я не успел посмотреть, но сегодня, да, сети, социальные сети, они пестрят информацию. А не только соцсети, пожалуйста, и издания большие, в том числе и конверсанты, и ведомости опубликовали. Фоторепортажи, я веду репортажи. Тут надо говорить, что действительно реформа пенсионной системы реально назрела, но то, каким способом эту пенсионную реформу пытается существовать власть, я с этим тоже, по большому счету, категорически не согласен. То есть, во-первых, сейчас обсуждается только некое повышение пенсионного возраста, но я думаю, что это кардинальный вопрос не решит и систему не изменит. А про накопительную, так скажем, часть пенсии, про реформу условно-добровольных накоплений на пенсию пока совершенно нет никаких разговоров, нет никаких проектов, а это надо так либо иначе обсуждать, потому что само просто поднятие пенсионного возраста вопрос не решит. Ну, цвет, представь, условно говоря, кем будут работать люди, которые занимались тяжелым трудом на протяжении всей своей жизни, кем они будут работать в 55, 60-65 лет. Тем более, а подумающего молодежи, тут же тоже такой вопрос возникает. Представь, твоя дочь там закончит престижный институт, пойдет в средства массовой информации, приходит на работу, а там сидят 60-летние бабушки, 65-летние дедушки, кем она будет работать. Нам с тобой недалеко, кстати, до этого возраста. Да, я думаю, что нам недалеко, я думаю, что даже по фотографиям, которые в соцсетях, видно, что молодежь, что она может быть даже подсознательно эту проблему чувствует, потому что мир меняется. Это по фотографиям с митингов, там было много молодежи. Да, там было много-много-много молодежи, и мне кажется, они просто подсознательно чувствуют, что если они не будут что-то предпринимать на сегодняшний момент, то может так случиться, что им придется жить в эпоху, так скажем, перемен, кардинальной перемен. Да, а это, как говорят все китайцы, никому не пожелал бы жить в эпоху перемен. Прервимся сейчас на полминуты и продолжим обсуждать пенсионную реформу и то, как она проводится. С Константином Кропаневым это его особое мнение выслушать. Да, это действительно программа «Особое мнение». Своё особое мнение высказывает Константин Кропанев сегодня, исполнительный директор компании «Ажа», активность движения «Киров» меняется. Итак, мы говорим о пенсионной реформе, о том, что в минувшие выходные прошли митинги, конкретно вчера, в единый день голосования. В Москве и в Питере были достаточно жесткие задержания, с дубинками, со всеми сопутствующими вещами. И действительно, ты отметила, что было много молодых людей. И в этот раз, 9-го числа, я бы не сказала, наверное, может быть, ты это почувствовала, но я это не увидела, как это было весной, что молодёжь на улице выводила там Навальный или кто-то типа Навального. Вовсе нет. Выходили люди разные совершенно, и разные люди, и разные организации выдавали заявки. Ну, ты считаешь, что молодёжь уже сама способна принимать решения, и перспективы, которые они видят, представленные им государством, им не нравятся? Возможно, они не готовы принимать каких-то правильных, разумных, объективных решениях, но, скорее всего, это некое такое подсознательное движение, что они чувствуют, что так, если будет продолжаться всё в этом же русле, то есть непонятно, к чему это приведёт. Ну, многие говорят о референдуме, который требуется провести для принятия пенсионной реформы. Заявляют, что необходимо спросить граждан о том, проводить эту реформу или не проводить. Единая Россия считает, что проводить её не нужно. Единая Россия — это большинство во всех возможных у нас органах власти. И как она посчитает, нужно принять это решение, так и будет. Однако мы видим также ещё интересные истории на федеральных каналах, больших центральных каналах, где голоса пропаганды, так скажем, государственной пропаганды говорят о том, что нигде в мире, Василёв, кстати, об этом говорит, нигде в мире референдумы не проводятся по пенсионной реформе. Но и тут же легко найти в том же интернете данные о том, как в Европе референдумы по пенсионной реформе с 50-х годов проводятся. И даже в 2017 году проводились, не так давно, и в 2016 году. И ведущие страны по высокому уровню жизни пенсионеров в Швейцарии проводят референдумы. И даже эти референдумы показывают результаты отрицательные, негативные отношения к повышению возраста даже на один год. Как ты думаешь, не слишком ли высокое это давление на общество? Не слишком ли такие, не знаю, как назвать эти инструменты, применяются к обществу для того, чтобы принять эту реформу? Не слишком ли ли жесткие инструменты применяются, так скажем? К сожалению, я думаю, что референдум для России тоже не выход. Потому что, как мы знаем, если будет поставлена задача сверху провести референдум с определенными результатами, то с такими результатами референдум и будет произведен. Тут все же существует много различных пиар-технологий, тут правильно сформулированы вопросы. На самом референдуме, да? Как будут поставлены? Да, условно говоря, правильно с точки зрения, так скажем, органов власти поставленного вопроса. Тут, мне кажется, нужно больше просто некого... На данном этапе требуется каких-то вот экспертных мнений, а экспертных обсуждений. То есть, когда действительно какие-то экономисты... То есть, по большому счету, нам никаких альтернативных вариантов не было предложено, не было никаких расчетов. Но у нас уже есть какая-то относительно сильная экономическая школа в России. То есть, есть какие-то независимые экономисты, которые могли бы попробовать рассчитать какие-то другие варианты или другие сценарии развития ситуации. Потому что сейчас данное решение, оно принимается, исходя из текущей ситуации, в том числе на рынке труда. Но, к сожалению, с каждым годом количество лишних людей в стране, оно будет расти. То есть, это в первую очередь связано с ростом информационных технологий, с помощью этой же роботизации. И я думаю, что там вот любая актуальность работы до 60 или до 65 лет, через 10-15 лет, может просто потеряться. То есть, это будет и не нужно, и просто такой работы не будет как таковой. Это Константин Круп у них, его особое мнение. Вы слушаете. На фоне всего этого, плюс еще усугубляющаяся международная ситуация, я про санкции, конечно, сейчас имею в виду, рубль продолжает чувствовать себя неуверенно. Мы видим его такой микро-мини и так далее. Но поступательное снижение. И даже эксперты некоторые весной ожидали, что в августе месяце будет серьезный овал. Был скачок серьезный вниз, достаточно серьезный, но скачок, наверное, больше, к которому мы привыкли. Хотя за сколько лет, за последние сколько лет минимального значения достиг рубль? Минимального мы еще не достигли. То есть, в моменте, там, три года назад доллар скорее всего дороже, чем сейчас. Но, опять же, если мы смотрим, допустим, с начала года, то рост доллара по отношению к рублю составит 20%. 20%? Если мы будем сравнить в январе 2018 года доллар 158, сейчас он стоит практически 70 рублей. 20% роста. Это 20% роста. И я слышала, ну, просто мы с тобой вместе были на бизнес-форуме «Так держать», который прошел там с четверга по субботу прошедшее. И там очень много было, конечно, бизнесменов. И в кофебрейках все все обсуждали. И в том числе обсуждали то, что доллар и следовало покупать, и следует покупать до сих пор. Я сделала вывод для себя практически, что цена на валюту будет расти. Тут сложилась такая немножко как бы странная ситуация, что если мы будем оценивать курс доллара по отношению к рублю с каких-то фундаментальных показателей, это в первую очередь с точки зрения цены, текущей цены на нефть, то доллар стоит чересчур дорого. То есть при текущей цене на нефть доллар должен стоить 60 рублей и ниже. Это нам говорит только об одном, что цена на нефть уже никак не влияет на доллар, а влияют другие факторы. Да, и самое-то вот такое сложное, это то, что сейчас какие-то разнонаправленные факторы работают. С одной стороны фундаментальная цена на доллара ниже, с другой стороны три противоположных фактора. Это действительно какие-то ожидаемые санкции. И самая страшная санкция, которую ожидают, это все же запрет крупнейшим девяти банкам российским работать с долларом. Я, конечно, считаю, что вероятность наступления таких вот именно санкций в отношении госбанков, она крайне минимальна. Но, по крайней мере, такие обсуждения в Сенате США как бы идут. И не только в Сенате США, мы слышим заявления и из высокопоставленных кабинетов в России, что вот с этой стороной будем расплачиваться в национальной валюте, вот с этой будем расплачиваться. Ну, это больше как бы такие разговоры, то есть мы можем так либо иначе с кем-то рассчитаться в национальных валютах, я думаю, что эти расчеты, они идут, но это больше разговоры. В глобальной экономике? В глобальной экономике и даже в экономике России это ни на что как бы не влияет. И второй такой момент очень интересный. Мы попали в некую такую ловушку, что некоторое время назад Минфин принял так называемые бюджетные правила. То есть, когда цена на нефть растет, соответственно, больше поступает в бюджет наш доходов. Доходы от продажи нефти за первые полгода, они выросли больше, чем на 30% по сравнению с прошлым годом. И, соответственно, вот эти деньги, они изымаются из экономики, и на эти деньги Минфин покупает доллары. Покупает доллары. То есть, он уже буквально там за май-июнь было куплено долларов практически на 1 триллион рублей. То есть, ну, сумма огромная. То есть, как бы, и ожидается, что до конца года Минфин еще купит там на 1,5 триллиона рублей. То есть, это вот... 2,5 триллиона. Да, то есть, эти деньги попадают в фонд национального благосостояния. И если американский Сенат примет решение о запрете нашим банкам крупнейшим работать с валютой, куда денутся все эти доллары? Я тоже не понимаю, но, во-первых, я повторяю, что я вот именно такой сценарий считаю крайне маловероятным. Зачем покупают Минфин доллары? Ну, в первую очередь, они боятся, что Сенат США примет санкции в отношении нового госдолга России. То есть, соответственно, нерезиденты будут продавать АФЗшки, будут выходить из АФЗшки. АФЗшки? Я тебе про бюджетные правила расскажу. Тут такая штука получается, что раньше, когда цена на нефть падала, доллары рос. То есть, ну, вроде было бы объяснимо. А сейчас получается, что когда цена на нефть падает, доллар растет. И когда цена на нефть растет, доллар опять растет. И опять же, из этого, так скажем, пресловутого бюджетного правила. То есть, мы сами, мы сами. По большому счету, мы сами создали... Саму поддерживать высокие уровни цены. Да, такую интересную ситуацию. Но, опять же, если мы смотрим на какой-то период, там, 3-4 года, ну, сегодня, сочетав свежие данные, Минфин планирует среднюю цену на доллар на ближайшие 3 года на уровне 64 долларов за... 64 рублей за доллар. Поэтому давать однозначного совета покупать или продавать валюту, я не готов. Тут все очень индивидуально. Тут надо понимать, про какие суммы идет речь, какой у вас длительный инвестиционный горизонт. Кому-то это, возможно, действительно стоит делать. И, как я всегда и раньше говорил, что, если мы говорим про какие-то долгосрочные накопления, просто обязательно часть накоплений держать в иностранной валюте. Ну, то есть, турбулентность высокая, политический фактор слишком высок, да, в давлении на цену на валюту. И те, кто обладает какими-то спекулятивными способностями и азартом, те работают сейчас с валютой на краткосрочной дистанции, а на долгосрочную дистанцию загадывать все-таки, мне кажется, тяжеловато. Загадывать, да, тяжеловато. Но, с другой стороны, тут, опять же, доллар в портфеле держать нужно. Просто надо смотреть, какой это объем долларов. Либо это 100% ваших активов все в иностранной валюте, либо это 10% ваших активов в иностранной валюте. Константин Кропенев, это его особое мнение. Мы слушаем, и еще по экономике мы должны поговорить о ключевой ставке. Непременно нужно сказать, вот, у меня есть такое ощущение, что в начале года, когда обсуждалась ключевая ставка, говорили о том, что она будет постепенно снижаться, благодаря чему будут снижаться ставки по ипотеке. Это снова возбудит и оживит рынок недвижимости. И вот прошло чуть больше полугода, и мы видим обратную ситуацию. Эксперты ожидают повышения ставки Центробанка, и они же ожидают, что будут повышаться также и ипотеки и прочее. Как это так на 180 градусов мы развернулись? К сожалению, будущее предсказать никто не может. И действительно, в том числе и я, когда мы с тобой общались полгода или год назад, тоже считал, что ключевая ставка будет дальше снижаться. Да еще не так давно мы со Сбербанком на эту тему говорили. И тоже ожидали снижения ключевой ставки. По крайней мере, я на данном моменте не жду резкого его повышения. Возможно, на ближайшем заседании, которое будет 14 сентября, будет чуть-чуть, чисто психологически, ставка изменена в большую сторону. Но это будет чуть-чуть. Потому что все же, при текущей цене на нефть, ситуация в России с бюджетом, она довольно хорошая. То есть у нас профицит бюджета, у нас есть деньги, и у нас много этих денег. И в том числе у нас довольно низкий долг перед, так скажем, как у государства. Да, но мы видим, куда эти деньги сейчас припасаются, для чего они припасаются. Вовсе не для того, видимо, чтобы стимулировать рынок недвижимости, а чтобы потом расплатиться со сливающими свои активы иностранными гражданами. Ну, на рынке недвижимости, я думаю, что там больше повлияло другой фактор. Это то, что, как любой бизнес, он развивается циклично. Если, допустим, 10 лет назад строили одно количество, так скажем, квадратных метров, то за 10 лет объем этого количества вырос реально в разы, в десятки раз. То есть это была модная тема, слишком много на этом рынке появилось игроков, и было построено слишком много недвижимости. То есть те объекты, которые сейчас уже достроены, которые введены, условно говоря, уже сданы, то есть этой недвижимости, если просто продавать, хватит не на один год. Прервемся на полминуты, о рынке недвижимости, в том числе и на локальном уровне, поговорим после короткого перерыва. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает Константин Кропанев, исполнительный директор компании «Ажево», активист движения «Киров» меняется. Но вот мы сейчас свяжем две эти вещи, продолжая говорить о рынке недвижимости. Видим, что всё-таки ожидаем, что 14-го числа Центробанк ключевую ставку хоть немного дополысит, и Минстрой уже фактически заявил о том, что ставки по ипотеке будут всё-таки повышены. Они всё-таки будут повышены, и учитывая, что действительно рынок строительный стагнирует достаточно давно, и давно говорят о том, что переизбыток жилья на рынке, да, цены не растут на жильё, строительство не прекращается, а продолжается всё-таки, оно продолжается. Плюс ещё огромное количество новых введений на строительном рынке. Есть ощущение, что сейчас именно на рынке строительства и в Кировской области, и на уровне России произойдёт мощный передел. Исчезнет достаточно большое количество, в том числе и крупных компаний. Ну, вполне возможно, потому что любая, так скажем, излишняя волатильность на рынке, то есть, ну, изменчивость рынка, она приводит к тому, что часть компаний не справляются с текущей ситуацией и уходят с рынка, и это мы видим в том числе и по Москве, по московским компаниям, когда там такие огромные компании, ну, к сожалению, там прекратили своё существование. В Кировской области есть, на данный момент сохраняются четыре ключевых игрока. У двух из этих игроков так или иначе проблемы, у одного переизбыток жилья, действительно, у другого проблемы, связанные с Парком Победы. Не знаю, насколько она серьёзно на активах сказывается, на самом деле, и на будущем. Мы не знаем, нам об этом не рассказывали, ни сами владельцы, ни их коллеги. Но как ты думаешь, вот именно в Кировской области, что такое глобальное произойдёт? Возможно ли то, что вот будет переиграна эта карта, четыре игрока, останется два, например, или один? Или вообще появится новая структура? Ну, четыре, ты имеешь в ДОССК, Киров, спецмонтаж и железный, да, а четвёртый, это кто? Хороший вопрос. Мы уже потеряли четвёртого игрока. По крайней мере, сходу он в голову не приходит. Да, потому что фирма Маяковская, наверное, учёт. А, ну, фирма Маяковская, да, то есть единственное, что у них может быть объёмы поменьше, чем у других. Потому что Чипецкая компания уже практически с рынка, они были четвёртым игроком. Да, да, то есть определённые подвижки происходят, я думаю, что не будут происходить. Что будет конкретно с этими игроками, я, к сожалению, оценить на данный момент не готов. Не готов. Я думаю, что у них всё же есть какой-то определённый запас прочности. И я, по крайней мере, вижу, общаясь там с кем-то из предпринимателей, что действительно многие строители, они просто уже кардинальным образом снизили объёмы новых, ну, закладываемых новых домов. То есть практически новых домов сейчас возводится всё меньше и меньше, потому что спрос уменьшается. То есть если был в последний, там, так скажем, год спрос за счёт ипотеки, когда люди, ну, то есть молодёжь, купив сначала однокомнатные квартиры, там, после снижения, ну, значительного снижения ставок по ипотеке, там, условно, с 15% до 9% начали переоформлять ипотечные кредиты, брать двухкомнатные квартиры, там, как-то пытаться, там, ну, какие-то, какие-то большие площади. Что, да, действительно, последний год был очень значительный скачок ипотечных кредитов в плане того, что была довольно низкая ставка. Но так либо иначе протяжеспособность населения, она за последнее время снижается, и я думаю, и в том числе спрос на ипотеку, скорее, по всей видимости, он будет падать. И тут можно только спасти какое-то софинансирование ипотеки на федеральном уровне. И я вполне допускаю, что, там, через какое-то время, там, будет какая-нибудь дополнительная программа запущена на федеральном уровне по софинансированию ипотеки, потому что строительная отрасль – это одна из ключевых отраслей экономики, то есть это отрасль, которая тянет за собой, там, производство делочных стройматериалов, там, производство ремонтных работ, там, ну, много совершенно разных, там, других отраслей за собой, как бы, тянет. И так либо иначе, ну, по крайней мере, если бы у меня была возможность на уровне государства, я бы, по крайней мере, попробовал бы удержать ставку ипотеки на текущем уровне, а, возможно, бы даже сделал бы какую-то программу именно по софинансированию ипотеки, потому что это деньги действительно на развитие экономики. – Да, продолжаем разговор, это особое мнение Константина Кропанева, и мы, остается не так много времени, нужно еще поговорить, поэтому НДС мы оставим на потом, наверное, или ты считаешь, что про НДС 6? – Ну, давайте две фразы про НДС как бы скажем. – Напоминаем, с 18 до 20% ставка НДС принята. – Ну, я считаю, что, видя, как бы, вот, то поднятие НДС на 2%, по большому счету, вот, любой нормальный рыночный бизнес, который работает в конкурентных условиях, он мог бы это просто-напросто проглотить. То есть, условно говоря, не поднимая конечную продукцию, а вот эти 2% компенсировать за своих, ну, своих, условно говоря, маржи, там, либо где-то, условно говоря, высрыв, более правильно, там, свои какие-то бизнес-процессы. Не рыночные компании, они, безусловно, то есть, которым компаниям конкурировать не нужно, они, безусловно, как бы, поднимут НДС, и это приведет к росту цен. Но цены будут расти по-любому. Но что же, опять же, будет основным в этом росте цен НДС, либо, допустим, цена на бензин, или рост цены на бензин, я, допустим, считаю, что рост цены на бензин, он более, так скажем, значительно повлияет на конечную продукцию. – Ну, прежде всего, мы говорим сейчас о магазинах, элементарно. – Ну, да, если говорить про продукты питания, тем более же, на продукты питания НДС не поднимается, а вот рост стоимости бензина, то есть, это очень сильно повлияет на стоимость продуктов питания. И, опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу, опять же, рост курса доллара, то есть, если мы считаем, что доллар подорожал на 20% с начала года, то по некоторым оценкам Центрального банка, то есть, условно говоря, 20% изменения курса доллара должно привести как минимум к 4-5% повышения конечной цены на товары. – Да, я это могу очень хорошо отслеживать, я это делаю, вернее, отслеживаю по цене на оливковое масло. Ты его покупаешь не так часто, и очень хорошо заметно, как растет цена на оливковое масло. – Поэтому я думаю, что цены будут расти, но что вот в основном повлияет на рост цены НДС, либо, опять же, повторяюсь, рост курса доллара, либо рост цены на бензин, тут вопросы совершенно неоднозначные. – Да, переходим к нашим городским делам. Ну, во-первых, надо сказать, что 23-24 числа будет урбанистический форум, мы по-прежнему приглашаем всех заинтересованных горожан на этот форум. Программа будет напечатана и на сайте администрации города Кирова, и многие СМИ будут сопровождать информационно этот форум в конце сентября уже. Вы можете сами выбрать, на какую сессию пойти, там будут разбираться разные проекты, планы городских властей, туда будут приглашены специалисты из разных регионов, которые расскажут, как у них такие планы реализовывались. Можно будет выслушать, обсудить, внести предложение. Ну, ты как человек, который курирует проект реки Кирова, Хлыновка и Лёйченко, на прошлой неделе и на неделе до прошлой недели, ты организовал вылазку к Лёйченке, к руслу реки Лёйченко, выкладывал кое-что в группе в Фейсбуке, Хлыновка и Лёйченко, снимал запруды такие большие, которые вдоль реки существуют. Пожалуйста, расскажи, с какой целью ты это делал, и как движется вообще сам проект? Мы традиционно летом с другими активистами стараемся выходить все же на речку, там несколько мест, и смотреть, в каком состоянии как бы река. То есть, в этот раз мы прошли по Лёйченке, что интересно мы увидели? Ну, во-первых, опять же, повторяюсь, у большинства людей река Лёйченко ассоциируется с какой-то некой источной канавой, что там нет ни рыбы, вообще никакой живности, либо еще что-то. Но это, на удивление, не так. То есть, конечно, в большинстве мест, где вот течет как бы речка, она выглядит не совсем эстетично, но есть интересные места. То есть, мы как минимум нашли три пруда на реке Лёйченке, и площадь каждого пруда несколько гектаров. То есть, это огромная как бы территория, и на этих территориях живет рыба, то есть, крупная рыба живет. И самое интересное, мы даже увидели следы бобров. То есть, оказывается, на реке Лёйченке, то есть, еще некоторое время назад, то есть, там эта плотина была разрушена, ну, буквально там 2-3 года назад, там точно обитала как бы семья бобров. Каких-то огромных там свалок мы не нашли, но так либо иначе, в нескольких местах, на реке мы все же почувствовали, что есть какой-то непонятный специфический запах. И, скорее всего, есть, как попадают стоки сливневки, так и какие-то... Выпуски. Какие-то выпуски, да. Ну, опять же, тоже такое интересное наблюдение. То есть, мы дошли до очистных завода 1-го мая, и экологи сказали, что он находится вполне в нормальном удовлетворительном состоянии, там из него вытекает вполне нормальная, качественная вода, и оно, по всей видимости, даже тут обслуживается. Но, опять же, тут, скорее всего, не заслуга завода 1-го мая, а заслуга того, что 1-го мая, к сожалению, сейчас не очень хорошо работает, то есть, и снижается антропогенная нагрузка там на природу, и, ну, природа сама себя немножко как бы чистит. А по речкам-то я все же хотел сказать, напомнить, что вот как раз сейчас, в сентябре месяце, городская администрация объявила конкурс на разработку концепции благоустройства территории вдоль реки Хлыновки, так называемый Ежово-Озерно-Родниковый комплекс. Ежовский Озерно-Родниковый комплекс. Это чуть ниже Трифона монастыря, там действительно как бы прекрасное место, и его, ну, просто там, кто там не был, я всем рекомендую туда съездить, посмотреть, там прекрасные виды, и его надо действительно как бы благоустраивать. Тем более, получается так, что некоторая часть населения, оно видит, что территория запущена, и оно начинает все больше и больше на этой территории гореть. Если вот, Светлана, помнишь, мы там были с большой группой, выезжали с представителями городадминистрации буквально два месяца назад. Минокология. Да, я там был месяц назад, там было все чисто, я был вчера там, и там опять там привезли строительный мусор, вывалили, то есть устроили свалку, привезли колеса, условно, старые покрышки машин. И по некоторым фоткам, правда, я их не увидел, то есть, просто другие коллеги говорили, что там в том числе даже есть урока люминосетных ламп. То есть, раз территория, так скажем, никак не ухаживается, не облагодаривает, не контролируется, соответственно, начинают ее превращать в свалку. И получается так, что если кардинально там быстро эту ситуацию не изменить, то сейчас там пока визуально вывалены там 2-3 машины мусора, то есть, желающих, так скажем, сэкономить на вывозке мусора, я думаю, что в Кирове как бы достаточно, и там могут устроить, на самом деле, какую-то огромнейшую несанкционированную свалку мусора. То есть, это вопрос, ну, каким-то образом, все же теруправление это должно решить. А это Первомайское теруправление? Да, это Первомайский район. Да, это Первомайский район. Первомайский район. Ну, можно только сказать, что вот завтра будет очередная рабочая группа по урганистическому форуму, а в конце сентября по проекту Киров меняется, и тот, и другой, и то, и другое направление курируют главы города Елена Ковалева и Илья Шугин. Мы всю эту информацию, конечно же, прямо на этих группах будем излагать, и будем просить, что были приняты меры. Вот, и информировать, конечно же, наших слушателей. Спасибо за участие в программе Константина Крупневу, это его особое мнение вы сегодня слушали. Программа была Светлана Занько. Всем хорошего дня. До свидания.